Благослови, Благослови, Царю Небесу! И спаси, Блаже Души Наши! Благослови, 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 Царю Небесу! Благослови, 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 Царю Небесу! Я сразу хотел сказать или сей нит, а потом раз смотрю, нет, это хризолит, 100%. Слава Христу. Ну, может быть, знаешь, еще там есть хризолиты, там хризостам, там есть еще такие. Это уже сложнее определить. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Апостол Павел продолжает разбираться с коринфянами. Когда-то давно, несколько уже лет назад прошло, как создалась при нем эта община в Коринфе. Община, община верующих людей. Церковь. Церковь тогда однозначно состояла из общин. И апостол Павел обращается к ним. Интернетов не было, телефонов не было. Апостол обращается через послание. Послание это письмо. И вот, теперь на эти слова самого апостола Павла, которые написаны были и переданы на бумаге им, теперь толкование блаженного феофилакта, архиписов Болгарского. Что он этим хотел сказать? Этим смягчает несогласие и упорство, по которым они могли бы не оказать человеку снисхождение. Ибо здесь представляет их источником его прощения, а себя соглашающимся с ними. Чтобы они не подумали, что прощение предоставлено их властью, и вследствие того, не пренебрегли прощением человека, показывают, что он уже даровал ему его оное, то есть это прощение, чтобы они не могли воспротивиться ему. А чтобы они не оскорбились, как пренебрегаемые, говорит, для вас даровал ему я прощение, ибо я знал, что вы будете согласны со мной. Затем, чтобы не показалось, что он простил его для людей, присовокупил, то есть приваля здесь, от лица Христова простил для вас. То есть простил по воле Божией, пред лицем Христа, и как бы по его повелениям, как представляющий его лицо, лице. Или по-другому еще, можно так сказать, во славу Христа. Ибо если прощение совершается во славу Христа, то как не простить согрешившего, чтобы прославился Христос. Ну, коротко вспомним, что было. Один из авторитетнейших людей, общины этой, оказался блудником, жил со своей мачехой. И это скрывалось, хотя все знали. И вот апостол Павел говорит, через служителей Хлоиных, то есть там через какие-то... Не матери, а мачехой. С мачехой, я сказал, что с мачехой. А, я это не расслышал. С мачехой, да, да. Через домашних. Через домашних Хлоиных. Я, говорит, услышал. Ну, то есть надо понимать, что только через домашних, даже не по прямому. То есть не то, что я там собирал какие-то слухи, а просто, ну, конечно, известие пришло в конечном итоге. Оно же всегда когда-то приходит. Есть такие люди, которые последними узнают. Потому что не любопытствуют. Интересно бы надо проявить, конечно. Но от этого, как говорится, свечку не держали, поэтому... Дошло, дошло. И люди, зная, слушали его. И авторитет этот его сохранялся. Вот было в чем дело. И он говорил о Христе, говорил о заповедях Божьих, как их надо исполнять. Ну, потому что иначе о чем бы другом он говорил. Потому что нужно было ему говорить Евангелие, которое через апостола Павла они и получили. И вдруг такое. И вот он сейчас тогда предал его, говорит, в изможение тела его отдаю сатане, дабы спасти дух. И вот он слышит теперь второе послание. Он слышит теперь и говорит, что покаяние принес он. И покаяние, видать, очень нужное. С плодами, видать. И вот он теперь дальше обращается. И говорит, если простили, и я простил для вас от лица Христова. И здесь даже толкователь усугубляет прощение. Он говорит, уже прощают для вас. И вы должны простить, если кто-то не простил. Простите, потому что я-то простил, и вы простили. Тут, конечно, если бы вот были все авы монастырей такими, как апостол Павел, то монахи монастыри бы не дошли у нас до того, что они сейчас имеют. Это надо какой-то необыкновенный талант. Я-то опять спрошу. Вот вы когда слушаете, у вас почему вопросов никаких нет? Все понятно? И вот когда считаю, у меня сразу вопрос. От домашних хлоиных. То есть были те, которые сообщили, а сегодня бы сказали, а кто сказал, кто заложил. Да, да, да. Вот Миша Никитин тот сразу бы спросил. А кто заложил? Это и какой. То есть он в сервере с преступниками, или. Так, а Павел открыл через кого. А те, а что вы переносите, что вы судите, переносчики. Ничего этого не надо говорить. Он узнал и сразу принял меры. Дальше. Придал сатане. Причем тут сатана? Ну да. А те люди говорят, вы понимаете, что лошадь у него была, залегнула его. Лежит теперь у него там в животе что-то неладное. Сатане предал. Причем тут сатана. А другой заболел, простыл. Сатане предал. Вот сегодня скажи это сатане. Я ни одного человека еще не встретил, кто бы согласился. Ну, а что он? Который, вот говорите о нем. Он что, блудил? Ну да. Ну да, конечно же не с мачеха. Ему надо, чтобы полностью сошлось. Вот тогда может быть еще согласятся. Что если он с женой отца, отец берет, как правило, моложе. Она, видимо, была ровня с сыном. А другой там еще моложе берет. И он вот с ней повадился. Это было, мы считаем, с Якова, с женой у Якова, сын один вошел, и ему то будет. То же самое с наложницей вошел. Вот от сатаны. Как увидишь, что от сатаны-то? И можно ли это нам употреблять? Вот этот вот человек пошел, и он сразу лег. Это сатана его поразил все-таки, услышал Бог молитву. Да кто-то молился об этом. Павел конкретно молился, я предал его. Да разве можно, надо молиться прощением. Сегодня ты знаешь, сколько найдут? Вот сейчас выставили ролик. Михаил Каймаев разговаривает старец Сергей. Сергей там лежит, который схему там принимал недавно. Вот я слушаю, когда и думаю, человек отправляется на суд Божий. 90 с лишним лет, участник Великой Отечественной войны. Он уже разговаривать не может. Если бы он сидел так наклонившись, он блучше, он лежит, у него язык-то западает. А Михаил ему говорит, вот ты говорил такое-то на Игнатия, что расходник. А вот тут ей пископы докладали. И дальше говорит, вам на суд идти. А вы лгали. А все судят, да разве можно, человек уже триснет и лежит, он на нем терзает. Я вижу, веры у людей никакой нет в будущую жизнь. Да то, что делает Михаил, это единственное, что надо делать. Папа, надо учиться у него, как исповедовать. И он его постепенно, медленно, выдержит, какой он Михаил, подводит его к тому, что ты говорил ложь. На Матарстве лжи тебе не пройти. Ну, ты хоть сейчас-то признайся, он мочить лежит, а не сознается. Отвернуться к себе, Михаил его разными примерами говорит. Ну, он ноль. Да главное, все, и понятно о каком грехе, ты крестил-то неправильно. Игнатий говорит о канонах, а вы его бьете со всех сторон. Какую-то дедаху придумываете, апокреп. Дедахи книги нету, книги правил. Ее не преподают. Она совершенно не нужна. Но на нее ты можешь сослаться, рассылаться. Но и там, говорится, первое, это в проточной воде крестить надо. Если нет, то тогда в озере. Если нет, то второе. Третье, в сосуде, в большом баптистере. Если этого нет, а нет, где? Вот теперь надо смотреть, где? В камере, в больнице. В степи, в плену, у татар. И человек где-то раздавленный лежит в клинике. Все. А если нету? И ухватили за это возле, трижды наголо. Возле это ведро надо вылить с него, раздеть его. А вы ладошкой, вы не возливайте, ты даже этого. Даже этого нету. Попы совершенно обезумели. Сборище на пути в Сихем. Они слышать не хотят. И вот они настолько искорежили свою душу, я вижу, попы сегодня. У них понятия зачатыша, эмбрионального состояния совести нету. Я привожу тут же под этим роликом материал о крещении. 136 свидетельств. Каноны, собор, жития святых. Они не считают и не видят еще. Зверье лютое. Они бросаются, хватают и все. Почему? А система, патриархия, сталинско-беревская. Это в них эта кровушка течет, и покаяния нет никакого. Михаил его прям подбивает к тому. Ну покаяться надо, отец Сверхи. Да ты же умираешь, ты говорил неправду. Когда пошли в 91-м году, ты же никого не крестил, а ладошкой мочил. У тебя прошли не сотни, может тысячи людей обманул ты. Поп намертво мертвый лежит. И они все нападают. Да разве можно мучить этого старика? Безбоженьки, отхлыньте от Михаила. Речь идет о вечности. Он пристанет перед Богом. И в эти заступники жалкая мошкара навозная. Кого вы жалеете? Тот, который погубил тысячи душ. И нашелся человек, который пришел и показывает, а его не могут с него слова вытащить. Покаяния нету. У меня такое было. Здесь был отец Симеон Титов. Я уже все буду говорить. Интернационально жил прямо на углу почти. Второй дом с Солковского. Сам по себе как бы добрый. У него вес был 153 килограмма. Природится метр шестьдесят восемь, кажется, что ли. Вообще, представьте, вот такая вот охапа выйдет перед народом. Я только говорил отец Симеону. Как же выходить-то перед народом? Вообще, выходит, ой-ой-ой, папина-то разожрался. Какую страсть. Я с ним ездил когда-то. Он говорит, было время. Вот тут район, там, где кардиологический центр. Тут только заселялось. И многие хотели квартиру осветить. Но мы тут погуляли. Но мы тут поразвелись. То есть у него вспомнить вот что было. Сам по себе добрый. Я бы помогал собак доставать. Он хотел печь там делал, кажется, у него. И вот она, я причастился. Московская патриархия. Все, ко мне претензий нет. Я сегодня причастился. Он впереди идет, а я за ним иду. Бабушка одна подошла. Бабушка, тетка. Вот. А может я к вам буду ходить на занятия? Я услышал, вы Библию изучаете. Можно. Но только поди и благословиесь у батюшки. И она подошла. Отец Симеон. Вот я услышал, Игнатий там Евангелие считает. Библию можно буду ходить? Нельзя, Аннушка. Это еретики, раскольники. Я у него сегодня причащался. И он знает на тысячу процентов, что я не еретик, не раскольник. А почему? А это сатана внутри. Дух лжи вошел в густа патриархийных смещенников, архиереев. Дух лжи. Это один только человек видел, пророк Михей. Больше никто не видел. Но нигде не написано, что это дух вышел. Он не вышел, он там и сидит. Они лгут и лгут на каноны. А вот знаете, баптизанты с этой стороны, что обмывать скамейку. То есть переведено уже. Кирилл Иерусалимский говорит, скрывается в воде. Ничего не видит, не понимает. Даже безумием назвать нельзя. Беснование поповское. Это сегодня. Сегодня ночью они еще мне продолжают клепать. И вот говорит настоятель. Отец Симон в больнице лежит. Я ходил, его исповедовал. Николай Гайтович. Я говорю, и как? Ну нормально, все, исповедовал. Он исповедовался во всем. А раскаивался на том, что блудил. Что мать его коромысло била по башке. А разве было? Вот так. Это мать его говорит. Мать. Да я это слабо щелоческое, ладно. А говорил он, что он, как вы, не христили, а мочили, обманули. Люди совершенно не верующие, ничего о христе не знали. Да хотя все такие. А почему? Сказал бы, нет, он не каялся. Я не могу с него выжить. Он такой же. Он десятки тысяч погубил. 505 пар венчал. И 5 пар даже не живут. Все развенчаны по несколько раз при живых женах. И архиерея даст развод. Архиерея завенчивает. Бог венчает, архиерея завенчивает. Развенчивает. И снова Пилипп Киркоров женится. И снова Алла Пугачева под венцом стоит. И снова венец наденут. Я говорю, я раскаивался он о том, что он делал доклад. И верующих предавал. Ничего этого не было. Ничего. Да как же, какое же ты покаяние-то от него принял-то? И вот этот Михаил-то разговаривает с этим Сергием. И ему говорит, главный-то твой какой грех. Но ты же людей не учил. Не учил совсем. И только за деньги, за деньги, ладошкой мокрой, мозги разбрасывал. Тебе помирать надо. Он к стенке отвернулся и лежит. Да люди бы сейчас в Захарестве говорят, где такой брат Михаил живет? Да найти его надо. Да это же архиерея настоящая-то. Вот так надо исповедовать архиереев. Исповедовать всех священников надо. И он по частям потихоньку подводит. Ну было, ты считал. Вот посмотри фотографии Игнатия с епископом Максимом, с Сергием. Вот я крестился. Тогда если Игнатия раскольник, то я раскольник. Попы встревают сразу. А, ты тоже раскольник, раз Игнатия защищаешь. Они бешеные волки. Лютые волки. Деяния апостола, 20 глава, 29 стих. И я бы им отвечал. Что отвечать-то? Я вижу пустое место. Я вижу, что одни рога со всех сторон торчат. Им нельзя отвечать. На любую подлость идут. Я уж не хочу называть фамилии. Я только усилию, усилию о них молитву. Она не рисует еще, просто портит. Подсказывает, чтобы не портить бумагу. Ущи. Это сегодняшний день. И поэтому предать сатане. Вот почему они болеют. Они болеют. И что интересно, мозги болят. Люди болеют. Семья вся болеет. Которые мне священники говорят, это непрерывно. Вот один полностью все принял. И преподает. Такой преподаватель. Представь себе. Преподает одновременно в университете государственном. В академии художественной. И при парке преподает. Нападают на него. Я ему только говорю, что довольны для тебя благодатью моей. Сейчас считаю, сегодня он скинул. Говорит, ну, наверное, так и есть. Только, как сказали, это Павел говорит. Это награда. Они на меня нападают. Это награда. Я благодарю Бога. Чем больше ран будет на теле от уязвленной языком их. Пусть они ответят. Когда Христос вывел притчу о саморенении милосердном. Почему самый жестокосердный именно священник. Вот отец Иоанн Суворов, у которого сестра умерла, Александра. Мы с ним шли по Ленинскому на занятия. Он говорит, вот я сколько думал. Христос вывел притчу. Ну, мог сказать, и мимо шел губернатор там, или мэр, и не оказал помощи. Мент какой-то, милиционер поганый. Ничего нет. Но именно священник самый безжалостный. Резраненный лежит. Это родной еврей лежит. Доль внимания. Почему они такие и есть? Почему большая часть священников погибает? Они нигде это не считают. А Серапим молился, вообще как будто ни одного нету. Три дня, три ночи взывал о русских архиереях. И Бог отвечает, не пощажу. Они ничего этого не считают. Они безбожники. Я вижу просто хищные волки. Да услышали, что Михаил исповедует, которого священника не могут попасть. Да они бы сейчас узнали, в каком городе он живет. Да приехали, да спросили, как ты на это решился. Да какой ты благословенный, брат. Ничего нет, прям пожирает его живьем. Левиафаны дикие. Поставили в фильме Левиафан. Ну и что поставили? И все говорят, это с натуры. Я не фильм разбираю. Я говорю, то, что там показано, это в натуре. Тут в натуре еще хуже. И человек показал, но дал заброс. Вот она связь с церковью, с миром. Адатат Левиафан сцепился. Ну задумайте. Если это не так, говорит Златоуст, поблагодарите. Аж лопают. Разбегинцева этого Андрея, режиссер. Что только с ним, как его не называют, ругают, матерят его там ужасно в интернете. Он ничего не сказал, но сделал заброс, это все поняли. И главное, собрались сейчас священники, собрались там еще сколько их, и написали на губернатора края, там в Самаре, который играет роль этого митрополита. Он играет в Расколе роль Авакума. Нет, не Авакума. Нет Авакума. Никона. Никона играет. Как фамилия его? Так на Буберше как-то. Чуть ли не Шичко, что ли? Вот. И главное, что? А он директор драмтеатра, что ли? За то, что он роль не так сыграл, чтобы он его уволил. Вообще, а фонарить надо? Да на попу живьем сгорают уже. Они не дождутся, когда гонение будет, и полное истребление их. К мирской власти. И он ничего плохого-то там этот герой не сказал. Вообще ничего нет. Слова митрополита везде правильные были. И что говорит, он не говорит, что Бога нет. Показали хорошего митрополита. Они просто лютой ненавистью скрипят. Ну и сейчас собрались другие там, кто группа, все и стали губернаторами. Говорят, это люди, это попыта. Они прям 37-й год называют. Вы кого слушаете? Ты посмотрите, они же тоталитарное государство нам строят. Везде вмешиваются. Народ просто стонет от них сегодня. Это патриархийные попы. Я не хочу, чтобы их ни с головой с колокольни сбрасывали. Но они к этому все тянут. И сказать ничего нельзя. Я им нигде не отвечаю. Нельзя отвечать им. Они бешеные волки. Да что все такие? Не все. Не все. Поэтому за их боремся. А зачем вы сказали? Никто бы не знал, что так надо крестить. Потому что я Бога боюсь и желаю вашего спасения. Притом я это каждый день ощущаю. Я благодарю Бога за то, что когда бывает дня три отдых, не нападает. Я Володе говорю, третий день на меня не нападает. Только сказал, открывай интернет. Они там лавиной на меня сейчас идут. Потому что это награда. Это благодать Божия. Ябеды всякие пишут, клевещуты. Как будто бы отростки сатаны какие-то. Антихристи пришли на землю. Ни понятия совести нету ничего. Ну я не отвечаю два-три раза. Ну успокойся. Он пятый раз пишет. Двадцать пятый раз пишет. И идет к алтарю. Перед престолом руки поднимает. Кому ты поднимаешь? Какому духу? Какому Богу молишься? Вопросы надо ставить сегодня. И они Бога совсем не знают, Попы. Каноны вообще в глаза не видят. 413 канонов нарушают. И говорят, лживое свое мочение защищают. Прямо на этом ставят. Их нельзя сдвинуть. Нельзя. Они мертвые. Видимо перешли грань. Похурили Духа Святого. Библию вообще не упоминают. А перевод не так сделан. Да понимать надо. А знания микроскопические. Говорят, как с мозгами рептилии будто работают. Только как я посмотрю в интернете, бросаю все и скорее на молитву. Господи, продли им жизнь, дай им покаяться. Самые негодные. Нигде так подло не лгут, как они. Даже вообще нет. У меня бывают сектанты заходят. Коммунисты. Мусульмане. Нет никого. Самые лживые, с черными языками. Патриархийная попы. И они этого не видят. Когда говоришь, а вы на нас клевещите. Вы говорите. Как я говорю по вашим делам. Вам даже отвечать нельзя. За любое слово схватятся. Вот ты там занятия когда ведешь. Они там тебя полощут. Вот и выходят. Тебя. А ты думал, что не прикасаемый? Отберешь его. Да я же пушистый, мягенький. Ну да. А они его. Да этот человек. Да как он говорит. Да как он Бога не боится. Да верующий ли он. Хорошо, я говорю, что ты не бываешь в интернете. Не знаешь. Спишь спокойно. Ну да, да, да. Спасибо. Занятие, которое... Пока вы с щитом стоите, что сделать? Я щит перед вами. Да, да. И к дому ведет занятие. И они его лупят, как фосы в гриву. Патриархийная. И ночью тебя там они полоскали. И кто, Попы? Все, что хочешь. Критикуй Луну, Солнце, Звезды. Только Попов не трогай. У них главное одно. Не суди никого, то есть не трожь нас. Больше ничего нет. Они понятия не имеют об исповеди, ни о грехе. Ничего, я гляжу, у них нет. Нет. Это какое-то отродье, приготовленное к полному истреблению. И они подтягивают Россию к этому. Они правители, поощряют, обращаются, утешают. Ну ладно, говорит, хоть дом построил этот Мерта. А то на этом месте, где разломали судьбу, сломали дом двухэтажный. И строят храм белокаменный. Храм? Да. Я не стал забывать. Ну, Леофан. Да, понятно, понятно, о чем речь. У меня половина молитв за Попов только, наверное, идет. У меня страшно-страшно за них. Страшно просто. Сказать ничего нельзя. Ну, ты сам знаешь, вчера он с тобой здоровался. А сегодня приходишь, а он, Поп, у тебя как? Да ты с кем как? Как ты разговариваешь? Он уже в глаза тебе не видит. Отец Игорь. Вместе работали. Горный инженер был. И тут зашел, я хотел спросить, как там у него рукоположение пришло. И женщина подходит, начинает вопрос задавать ему. И вот так, стоп. И она начинает говорить такой вопрос. А вот сегодня Георгия Победоносца день. Можно стирать или нельзя стирать? Я говорю, а вы читали Житие Святых? Он на меня как раз сразу меня отстраняет. Ты кто такой тут, а? Ко мне она пришла, ко мне! Ну что? Пошел, да пошел. Че, пошел, выгнал меня. А вот возьми, епископ Сергий, которые были здесь. Сколько я говорил за столом и Максим. Ни разу нигде не возразили. Ни разу. В епархии говорил, сейчас 10 минут. В епархии у них сидят священники, секретаря епархии говорит, покажем, слово могу подписаться. Вот тут все-таки что-то сыграло. Видимо, то, что, я считаю так. Так, в Алтайском крае, тут кое-где маленько иначе. Почему? И в тюрьме по-другому. Там был монастырь, расстреляли монахинь. Это молитвы святых. Молитвы святых. Я отношу только за это. Я вот где узнаю, у нас вот такие нападают, то другое, но какие-то встречаются другие, епископы, и как-то они гасят это. Епископы главное. Вот смотри, Максим был какой, а он нигде в печати против меня ни разу не выступил. Устно выступал, говорил, а нет, а про этого вообще не слышно ничего. Мы с ним заключили союз молиться друг о друге. Сергий Иванников. Я постоянно молюсь, а о нем молиться надо. Но об Антонии говорить не стоит. Он пирожки ел у вас. Да. Считай. Вопрос. Нет, не вопрос. У меня просто вчера в новостях смотрела. Филарет украинский поехал в Америку и просит оружие для Украины. Да, я знаю. Филарет поехал туда. И прям напрямую оружие нам давайте. Нам боевать. Ну, если можно убивать, а на их нападают, злоба посеяна, то ничего особенного не сделал. В общем-то так и делали всегда. И от турецкого, от инычар просили защиты митрополита и прочее. Если так-то рассуждать. Они по Евангелию-то не понимают, а тоже Филарет сказал же, если враги отечества, их надо поражать. Он вообще-то не вышел из этого. Так что, если по Евангелию, да, это нельзя делать. А если по их учению, когда совместились с властью, и власть поддержит, нельзя возражать. Один из стих. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Толкование. Блаженный Ферфилакт. Чтобы говорить не было общего вреда, и чтобы не умолилось число стада Христова, прекрасно назвал он это дело обидой. Ущерб или обида. Ибо дьявол не только принадлежащие ему берет, но и наше похищает. Преимущественно вследствие нашего же поведения. То есть наше внутреннее, то, что мы наработали непосильным трудом. Через силу Божьего. Нет, нет, нет. То есть по причине неумеренно налагаемого покаяния. Поэтому коварство и обман дьявола назвал умыслом его, и упомянул о том, как он губит под видом благочестия. Ибо он ввергает в погибель не только тем, что вовлекает в блудодеяние, но и безмерной печалью. Но как же не обида это, когда он уловляет нас через нас же самих. Это вот как раз то, что в церкви. Как не зайдешь, все бабушки как сморщенные кофейники. У всех лица такие. И все стараются укусить. Вот только что-то ты что-то не так сделал. Вот православных храмов любых обязательно укусят. Там помощи никакой не ждет. То не так стоишь, то не бертишься, что там шикают все. Не то, а сами с этими пакетиками. То хлеб жуют, то перешептываются. Чего там только не делают. Только не делают одного. Только нету молитвы общей. А тут апостол говорит явно к семье. Вот он прям обращается, тут как будто какая-то семья. Все дружные, все в единстве, все единомысленные, все общее у них. У нас для этого нету такого, чтобы общее было. Там у каждого свое мнение, каждый ведет себя по-своему. Почему? Потому что нету авторитета. А здесь авторитет мы видим есть. Апостол Павел насадил авторитет Евангелия. Или он так красочно рассказывал, или люди были так гостеприимно настроены сердцами своими. Но однако даже такое блудодеяние, и они как-то смогли все вместе это сложный такой период жизни пройти. И наказали его все вместе. И покаялся он, увидев вот общее стремление его простить, исправить. И простить. И апостол Павел здесь еще с посланиями, с письмами. Очень дорог он для них был. И, видать, и для самого этого блудника он тоже был дорог, апостол Павел. Иначе, как можно было видеть такое покаяние? Ну, быстрое мы скажем. У нас вот есть примеры. Никакого покаяния. Все дальше, дальше пропасть человек уходит. Наблудил вот так вот уже до ада. Жильем чуть не отправляю его. Нет ничего, сейчас причащает. Сам себя уже в епископ и рука положил. Ну, это не у нас, ты говоришь, у нас. Это не у нас. Ну, как? Я не говорю, что у нас. Я с ребятами, что я верю в Бога. Ну, как-то у меня силы не хватает. Я срываюсь. Вот опять напились, опять блудили мы вместе. Потом иду, я причастился. Современности. Причастился. Батюшка допустил. Прошла неделя, я опять застар. Опять пили, блудили, все, в общежитии живем. А я так в Богу хочу верить. Что мне делать? И ходит, допускает. Да какой разговор-то? А что тебе это причастие дает-то? Как же он допускает? Какая исповедь-то? Это же только обман. Мне мусульмане говорили, у вас как-то все-то, не поймешь. Человек грешит, тоже грех признаете. Идет к вашему муле. Вот. И он ему все прощает. А потом идет опять тоже делает. Да нет жертвы за грех написано. Но некое страшное ожидание огня, готово пожать противника. Кто познал истину, говорит, как? Сына Божью благодать отвергает. Сядь прямо. На шестра. Я ходила в четверг в управление юстиции. Да. К его Елене Константиновне. Да. И вот там передо мной сидел священник Изоанна Богослова. Которая звонила мне, да? Да, да. Я вам в тот же день и звонила еще туда. И вот, знаете, я пришла, ну мы с ней договаривались. Я прихожу, он сидит. Но спиной я не вижу, он священник, он в обычной одежде. И вот он, наверное, больше часа сидел, больше часа, долго сидел. И потом она уже выходит ко мне и говорит, ну вот давайте там, дала мне бумаги, я там записываю и все. Потом он ушел. И она говорит, принимает у меня бумаги-то и говорит, так, вы протоколы за 2014 год, за каждый день, ой, когда было у вас воскресенье, чтобы были протоколы записаны. Мы будем проверять у вас. А что проверять? Протоколы. Какие? А раз годовое только, другого нету. Протоколы, которые у нас, собрания идут в воскресенье. Ну чего ради-то? У нас еще и нету. У нас есть, они все почти собрания, наши выставки. Еще писать не надо. Какие протоколы тут? Еще чего? Каждый день может быть. Да не к ним писать, а к нам. У нас они должны быть. А им это не надо, просто даты. И потом что-то она начала со мной это, говорит, а потом говорит, ну у вас-то. Я говорю, да у нас вот мы-то, вообще вот, ну рассказывая, она говорит, да знаю, вы живете как одна семья. У вас все как-то, все друг друга, как бы, принимаете как за близкого себе человека. Я говорю, ну конечно, вот верующий, он, кто со Христом, радость общения такая. Она говорит, ой, ну знаю, знаю, я прям вам завидую. У вас ведь все такое, все, и вы друг другу все такие свои тайны, которые мы скрываем, а вы их вытаскиваете. Она вот так сидит у меня, у нее такая маленькая, ручки такие, а вы вытаскиваете. Все, у вас все общее. Я говорю, да ну не все общее. Нет, я, говорит, имею в виду, что вы выносите, чтобы люди помогли вам, чтобы это делитесь с ними. Вот вы как близкие, как одна семья, раза три мне повторила. Ну и потом мы с ней сделали, тут это самое, она мне заказала, там все коноколы. Я Марине позвоню, чтобы она хотя бы просто отметила. Прошел собрание, раз, это тот, и тот, коротенький вот такие, не просто там расписывать, не надо ничего расписывать. Это вы все показываете. Все уже показано на экране. У нас все в интернете, каждое собрание, ничего писать не надо, бери и смотри. Все по числам. Нет, вы меня простите, с управлением юстиции берите и смотрите. Нам надо делать то, что они просят. Внутри строчки напиши собрание, ну что ты будешь учить? Мы хочу выречить. У меня была Мария, у меня была Мария, сегодня была, все, собрание. Следующее собрание, до этого собрания никакого было. Там ничего, либо было, вот что. Ушла Галина. Да, вот, да нет, подробностей никаких не интересует. Их просто, что было собрание, столько-то человек, общие вопросы обсуждали. Никто не решает сколько. И никак их, никаких. Да половина они заходят, сидят, как его считать, в какую сторону? Не надо, никогда этого не было. Годовое собрание, у нас на это мы не подписывались. А что еще, это новое что-то такое? Каждое воскресенье. Каждую неделю собрание? Да, у нас каждую неделю собрание. И что, и этот клуб писал каждую неделю тоже? Да подождите, меня тот не интересует, меня интересует только мы. То, что мы это стали выставлять, это очень, все подробно, ничего. А тут две срочки уже, это не надо. Это на весь мир выставляется. Значит, не надо поважать, я тебе скажу, какая причина. Я когда пришел, они говорят, вот нам нужно, вот у вас деньги-то собирают. Я говорю, да, бывает, когда-то уже отчет, я говорю, мы об этом не договаривались. Добровольное пожертвование нигде не усчитывается. Я иду, дорога, она подошла мне в карман, я только дома, я теперь побегу к вам, говорю, забудьте, разговора этого не было. Да нет, нет, мы все сразу загладили, как никогда не было. Мы же выставили, все. Больше ничего не надо. Годовое собрание было, все, и на этом конец, раз в году. Все, Игнать, тихо начали. В налоговую инспекцию я приду, скажи, это вы там выдумали. Ну, 23 года никогда не делали, 23 года, по-другому не было. Вот еще-то на кого-то не записывайте. Так, ну ладно, считаю. Это вот как раз небезызвестно нам умыслы сатаны, это мы к этому относим. Чего только он не сделает. Видите, как здесь еще сказано, почему-то вопросом не задает, что не только он прям блудодеянием совращает человека, но и через нас самих же. Ну, надо говорить, умыслы сатаны, допустим, вот вы ведете занятия, а там какой-то священник нападает, это умысл сатаны, чтобы не вели занятия. У нас, допустим, я написал о крещении, Михаил там этого беседует с батюшкой, а они напали на него, умысл сатаны, чтобы он не говорил, чтобы он не раскаянно ушел в ад. Умысл сатаны-то понятен какой-то. Это люди не от Бога, от Бога сказали, а вы еще об этом его не спросили, а то он умрет, скорее спросите его, покаяться он или не покаяться. И Михаил это все и расспрашивает. А я написал, крещение без погружения, это профанация и фикция, и смертельный обман. Заголовок. А рядом дал понять, что такое фикция, это порча, выдавать что-то, чего нету. Фиктивный документ, фиктивный брак. И сюда же, можно же отнести, вот, сейчас я скажу, папа, по-моему, пятый, да, Лев пятый, у которого апостол Петр сказал ему, что зачем вы сюда эти кожаные мешки посылаете, пустые, но молитесь там за них, отпиваете их, а никого нету. Как, почему апостол Петр так назвал? Как бурдюки, говорит, какие-то посылаете сюда мне. Никого нету, все в аду. Они это не знают. Главное, реально сегодня, конкретно, живой человек, живой священник. Это умысел сатаны, они нападают, я вижу, сатана снова вылез. Ни одного слова нету правильного, ни одного нету. Совершенная, полная чернота. Просто они ни греха не знают, и им отвечать никак нельзя. Единственное, что это может, это плакать и молиться. А они до этого дошли, они закрепились, и дальше они не могут. Вот. Епископы как лютого волка боятся, что он его может среди зимы с детьми выбросить на улицу. И не стыдятся, не страшатся. Заголовок еще повторите. А? Заголовок еще повторите, какой вы выставили сейчас, профанация или еще что? Фикция. Крещение без погружения. Тире. Это фикция. Профанация. Смертельно опасное дело. Вот такой заголовок. Но дальше пояснение. Профанация. Что это? Профанировать, то есть высмеивать, искажать что-то ценное. Как они издеваются над таинством крещения попы. Они не крещеные. И они, как у них умысел сатаны. Он не крещеный, сам идет в ад, до 30 лет рукоположенный, без эпидемии принимает. То есть это Златоус определенный, говорит, это погибший. И он таких же клепает вокруг себя. И он ничего не может сделать. Он не может с собой ничего сделать. Я ему дал материал. Ты прочитай, какие я выстроил материалы. Выстроил я там сколько считать? Пять строчек. А когда нажмешь, то написано 1073 строки еще. 1073. И тут же говорю, что сказал митрополит Кирилл Алфеев. Алфеев, сегодняшний митрополит. И он говорит, у нас везде записано, как норма, только погружение. Филарет Минский говорил в 2000 году, в Минске Экзарх, что только полное погружение. Даже современное, и так понятно. Ни в одной книге у нас не написано обливанием или по дедахе. Сейчас дедаха, дедаха, прям сдохли на этой дедахе. А этого материала вообще нигде. Ни в одной книге правил, нигде нету. И они какую-то статью-то берут, так она против них статья-то. У вас что, Днепр пересох? Ты посмотри, показывай, идут стиктанты и крестят. Все в белом одеянии. Мужчины и женщины. Четыре их при смитере стоят. Музыка. Там на воздушных каких-то шарах или еще сделали радугу над ними. И идут все по четыре человека. И к четырем подходят одновременно. Всех опрокидывают. И песнопение несется. Всех спрашивают. Веришь ли в Иисуса Христа, что Он умер за тебя? Да, верую. Принимаешь ли Его как своего искупителя? Да. Буль. В запятки все исходят. Четверо следующие, следующие. Идут и идут и идут. Да поповься сейчас всех. Выстрои, расстреляй. И ни один, все вместе не сделают такое показать. Деньги, 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 деньги. Деньги. Никого, никто ничего не знает. А это все подготовленное. И это все упущенное вами. Иоанн Заталус говорит. Одна душа по вашей небрежности погибнет. О, священник. Всей жизни не хватит рассчитаться. Их миллионы гибнет. И он не понимает. Глаза выторщил на меня. Кидается и все. Вообще. Это загадка из загадок. Как я могу находиться в православии? Вы же все понимаете по Евангелию. Мне это все. Как вы можете там находиться? Вы же видите, что они вас убивают. Ничего вашего не принимают. Я молюсь. Я знаю, это церковь. А там при всем том, что они делают, это не церковь. А делают правильно. Вот это будет еще наказание когда-то от Бога. Итак, его не обрезание не вменится или ему говорят в обрезание? А мы понимаем, обрезание прообразовало крещение. Есть о чем подумать. Что интересно, у нас самое большое посещение было, один ролик, 27 тысяч. Вообще не видно. Это где я об Андрея Кураеве говорю. Об Андрея Кураеве уже за два года теперь будет 27 тысяч. Ну а 24, это где мы с тобой беседуем о Диатлове погиб. А вот это с 21-го, так сколько дней? 20, там 11, 18 дней у меня стоит, где я дал рецензию или, знаете, объяснение фильма. Уже 55 тысяч. 55. Леофан. В два раза больше, чем на Кураева. Это всего лишь за 18 дней. Еще сколько может быть? Наконец-то заходят и дальше все. Наконец-то мы встретили, где правильный отзыв дают. Люди такие отзывы дают там. Я не о фильме даже разговариваю, а о том, что люди, живущие так, они под судом Божиим. Я не о фильме говорю. Я говорю, фильм, он просто зашел, сфотографировал и все. Ничего он не добавил. Это наша действительность. А сейчас меньше пить стали. Да где вы видели? Считайте статистику. Пить. Меньше стали пить. 11 лет от на душу, считая младенцев. Спирту. Когда при трех, кажется, сколько там, при трех литрах предельных уже народ начинает вымирать. Ничего не понимают, не видят. Это, понимаете, полная, абсолютная потеря сознания, ориентации в пространстве. Во времени. Потеря ориентации. Как сгнивает. А ты заряди сейчас наркотики, статистика. Он тебе все это даст. Алкоголь, статистики. Покажет тебе пьянь, дрянь, все это здесь. Это наша страна. Да как он на нее вылил грязь. В грязь грязь не выливают. Как грязь и грязь не пристанет. Знать, Тихоныч. Да я думаю, не надо, посчитаю тоже. Двенадцатый стих. Придя в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстия была дверь к Господу, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Блаженный Феофилакт. Толкование. Выше упомянул о скорби бывшей с ним Васии и показал, как освободился от нее. Теперь опять извещает, что опечалены другим, тем, что не нашел Тита. Ибо, когда нет утешителя, становится тяжелее. Итак, зачем вы обвиняете меня в медлительности, когда я испытывал столько бедствий, которые не дозволяют нам ходить по своей воле? Говорите, что отправился в Траду не без намерения, но для благовествования. То есть, для того, чтобы проповедовать. Почему же ты хотя проповедовал, но недолго? Вопрос такой. Потому что не нашел Тита. Не имел покоя духу моему, говорит. То есть, печалился. Скорбел по причине его отсутствия. Уже ли поэтому ты оставил дело Божие? Вопросом стоит. Не поэтому, но потому, что вследствие его, Тита, отсутствия, дело проповеди встречало препятствия. Ибо Павел сильно желал проповедовать, но препятствовало отсутствие Тита, который много помогал ему, когда находился с ним. Не был там долгое время по причине затруднительных обстоятельств. Ибо хотя отверстие была великая дверь, то есть, много было дела, но за отсутствием помощника оно встретило препятствия. Комментарий на слова «Дело проповеди» и Павел сильно желал проповедовать. Почему сегодня во всех отчетах о поездках патриарха или архиереев говорят только о богослужении, литургии и ни одной обличительной проповеди против тех, кто стоит перед ними? Кто разворовал страну? Кто еще вчера был гонителем и разрушителем? Слово «проповедь» сегодня, как и народное слово в лексиконе православных. Да и проповедовать-то вовсе не означает что-то прочитать по бумажке, как ленивому школьнику по шпаргалке. Почему с таким пустым сердцем и разумом пастыри бесстыдно выходят перед народом? Они не простят никогда этого. Нет, конечно. Они вообще не желают доносить слово Божие через живую проповедь народу. Слово «проповедь» это изгой, будто чья-то выдумка из первых веков. Я думаю, что такие у нас хорошие отношения с епархией только потому, что замануха какая-то с их стороны. Но они же большевики. Посмотрите, как они заманивали всех белогвардейцев и так далее. Они врали, врали и врали. А там уж нам как нарассказывали с прикорма. Ну и большевики-то такие были сладкие, да отпускали всех. Ну при царе-батюшке, просто никто не говорит, уже были концлагери. Прям фотографии идут, вот это Первая мировая. У нас сюда, в Сибирь, было отправлено в первые три месяца войны 300 тысяч австрияков и немцев. Никто ничего не знает. И прямо вот прям название его там под Новосибирском, тогда назывался Новониколаевск. И написано «Лагерь военнопленные». Чего непонятного? Стоят пулеметы, все на вышках, колючая проволока, все огорожено. Наши русские. Ленину ничего не надо было делать. Ему надо было этих убрать, тех туда загнать. Но только обман тут еще был. Надо было еще всех переобмануть вокруг, чтобы вылезти самому к власти. И вот это самое оставили себе современные попы. Это даже в ум не берется, что они оставили себе. Они для себя оставили стопроцентную сатанинскую ложь только. И все. И теперь этим они как жупелом всех погоняют. Впереди на слоне сидят в народе. И вот эти вот бьют его острием до крови. Народ идет покормить. Но это до поры до времени. Мы знаем, чем дальше слон занимается. У него хобот есть. Он достанет этого наездника в конечном итоге. Что они делают? Где проповедь? Вот комментарий нам это говорит. Ну понятно, что как они оставят... Они просто не дошли до этого комментария. У них ума не хватило дойти. А там они в Печорской лавре судить вас будут. А я что-то разговаривали, когда у нас была беседа с братьями. Я говорю, братья, да мне кажется все тем же самым закончится. А не просто как? Как мы видели здесь этот отец погибло-то? Михаил. Он взял второй том. Открывает его вот так. Второй том. Вот этот второй том как раз. И вот так вот посредине где-то открыл. А тут написано. Не проповедуют. Как бы не это место даже. Нет, не чуть-чуть там помягче было. Помягче. И там написано. Не проповедуют там. Ну и так далее. Не отдают должного народу. Вот пасты. И он такой. Ну это вы зря. Вот видите. Вот я бы эти книги ваши взял. Но вот уже неправда. Уже. Видите. Неправда. Неправда. И так закрыл. Нет. Я такие книги брать не буду. Я только сегодня сказал в храме такую прекрасную проповедь. Все. Он себя похвалил. Да, он молодец. Сказал проповедь. Но если бы он дальше почитал, что здесь написано. И вот они так же, видать. Кто-то берет книгу. Прочитал одно. И сразу. Сердце захолонуло. Все. Надо судить человека. А что он там пишет? Давайте-ка вместе почитаем. Взяли один другой. Почитали. Ему сильно помогла тогда Лена сидит. Лена. Возьми да и скажи. Так это же в Евангелии написано. Больше она ничего не сказала. Не успел тогда. Ты была? Нет? Я был. Нет. Как он заиграл? Да ты кто такая, а? Я академию кончал. Она так сказала. Она меня учит. Вроде бы рванул грудь. А он благочинный, но в Алтайский. Сейчас он уехал в Санкт-Петербург. Погиблов. Фамилия говорящая. Погиблов. Да уже ладно, ладно, Лена, уходи скорее отсюда. Она скрылась от там. А ему что, через нее теперь это такие-то ваши прихожане? То есть ему надо было меня поразить. А у меня сидят здесь два благочинных посыльных от епископа Антония. Антоний тогда был? Нет, Максим. Максим уже где-то. Это история такая печальная. Ты знаешь, кто не знает еще, зачем они приезжали? За советом, как им вести себя с Бакарлиной. Нет, не в этом, не знаешь. Дело в том, что губернатор края, Карлин Александр Богданович, решил составить совет из религиозных деятелей, совет, который давал ему советы. Но перед законом все равны. И вон тогда тут новая жизнь, баптисты, 50-ники и православные сбунтовались. И решили, написали они традиционным мусульманам, иудеям, православные. Старобряться-то как бы тоже заодно. И они решили с них собрать подписи вот с этих традиционных. И бумагу представить Карлину, чтобы он их ни при кого не приглашал, а только нас в совет. Нас. А если они будут, то это нехорошо. А как это сделать? Бумагу передать? Они написали, видать, уже. И кто-то дал совет. Это никто не сделал, только Игнатий. То есть мальчик для битья избран был. И они позвонили, и сюда приехали весной. Как раз таяло уже. Ну я принял, вот Михаил здесь сидел, Войтович Александр здесь. И вот два благочинных, этот Барнаульский благочинный-то. И стали говорить. Я говорю, а вы делать это не то. Никуда не ездите, бумагу не давайте. Вам не надо это делать. А почему, я говорю, два пункта, которые не могут быть нарушены. В первую очередь, запомните это очень хорошо, что у Путина хорошее отношение с патриархом. Это Алексей был тогда еще. Он разрывать связь с ним не будет. Это называется крепко государство. Так, ну да, так. Дальше. Карлин, это юрист очень высокого класса, губернатор, ставленный к Путина. Он против Путина тоже не пойдет против закона. Вот вам и все. Ну и что? Да ничего. Вы просто скажите, если сейчас придете с бумагой, как они любят кого-то давать, вы чертите, а вы скажите, мы просто отказываемся в этом совете участвовать. Вы имеете право. Ну и что? А без вас у него совета никакого не будет. Вы как раз добились того, что надо. Да вы что, конечно. Без вас какой совет-то? Кого он будет с кем советовать? Они тут телефон, вепархию. Тут такой потенциал огромный. Потенциал огромный. Я слова такие сказал-то. И ни мне не надо идти, ни вам никуда не ездить. Просто скажите. Вот и все. А Карлин, он юрист. Он закон нарушать не будет. Перед законом мы все равны. С ними он дружбу не поведет, с вами разрывает, потому что он ориентируется на Владимира Владимировича Путина. Ну и правда, утром мне уже рано еще звонит Марина Маратовна Волобуева. Она завкафедрой теологического факультета Алтайского государственного университета и советница в администрации. Она звонит. И она тихон еще. Православные-то отказались бы. Не сомневались? Не колебались? Он говорит. Нет, я вместе с курсом колебался. Вот и весь сказ. А зачем, говорит... Вы, говорит, спросите, зачем вас посадили? Выпускают уже. Ну, посадили, подсидел в ГУЛАГе 20 лет, а теперь выпускают заслуженного. Зачем, говорит, посадили? А затем, чтобы вовремя выпустить. Они все знают. Курс. Иногда встречался казус. Человеку 55 лет, а рабочий стаж у него 60. А как это может быть? А он 20 лет пробыл? Да. А в стройном размере. Значит, ему засчитывается 60. А когда он вышел, ему только 50. А у него же стаж рабочий 60 лет. При возрасте 50. И не надо говорить, что не может быть. Может быть. Все спрашивает. Какие прогнозы ваши на Украину? Что вы думаете? Я говорю, я вообще не думаю. Написано, не ужасайтесь и молитесь. Ну, зачем мне голову ломать? Вот и точно. Давай. Проповедовать надо? Да. Сейчас пойдете сразу на проповедь. После занятий. Да. Здесь, вот у меня, что мысли, какая я посетила. Павел сильно желал проповедовать, но препятствовало отсутствие тита. И я вот сильно желаю проповедовать. Но отсутствие Игоря Добунова мешает тебе. Но отсутствие не Игоря Добунова. Ну, у нас же намечается вновь проповедь в книгах. Нам тритоны там нужно же развести по библиотекам-то. И отсутствие Николая, водителя, препятствует. Здорово препятствует. И я вот на днях беседовал, говорю, Николай, ну ищи себе замену или как. Я поговорил, что он наотрез отказывается. Но здоровье это тоже, что дело-то не шуточное. Здоровье. И он, говорит, сказал, что есть, говорит, неженатые братья. Я сразу понял, что там препятствия еще и Анна может быть. Она там, ну, бережет как жена, конечно. Плотят, 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 это все это. Одна плоть теперь они. Вот. И я говорю, ну кто? Третье препятствие. Третье препятствие, запомни, я говорю, женился. Валлы есть, машина есть, поля есть. Он женился. Да, женился. Я говорю, ну кто? Он. Ну, Терентий, Терентий. Я говорю, Терентий. А он сегодня при мне разговаривал с ним. Тут улыбается. Да нет, нет, что? А утром я с Андреем Головачом говорю, Андрей, нам нужны в поездку, говорю, неженатые, молодые, говорю, братья, братья, желающие, имеющие, которые имеют водительское удостоверение. Он засмеялся, говорю, месяца на два, вот так вот. То есть для него это на два месяца, а то от дома уехать, это... На один день там он нас повез, и то извертелся, если скрутился назад ему надо. Я говорю, ну и зачем, говорю, нам его брать, который будет назад всю дорогу там мыть-то. Оглядываться. Вот. Поэтому помолитесь, чтобы Господь нам дал шофера. Каждый день молиться. Каждый день. Давай ищи. Денег, машины. Короче, много чего надо. Шофер должен быть хорош. Хорош шофер, почти как Николай хотя бы. Как Николай, такого не найти. Тут и за границу ехать. Меньшего может быть, он уже, опыта. Если бы поехал Николай Пальгуев, но он, видишь, все, что-то не домогает. Володя поехать не может. Он не шофер, во-первых, а во-вторых, он тут нужен. Я не еду. Я свой потенциал полностью не встратил. Он был пациент, уже мог бы. Он болеет. Четырнадцатый стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. До полчаса? Да. До полчаса. Итак, блаженный филакт толкования, так как упомянул о многих скорбях, о скорби в Асе, о скорби в Трааде, о скорби от того, что не пришел к ним, то, чтобы не показалось, что он перечисляет скорби с печалью, говорит, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. То есть, делающим у нас славными. Ибо триумфом называется шествие царя или полководца по городу с победой и трофеями. То есть, торжествование вот это. Ибо трюм... Так, и нас в победе над дьяволом Бог делает славными. Потому что то, что кажется бесчестием, составляет нашу славу. Ибо тогда падает дьявол. Все же это бывает во Христе. То есть, через Христа и через проповедь. Или за то, что торжествуем, еще по-другому, как можно сказать. Здесь толкование передать этого стиха. Или за то, что торжествуем во Христе, прославляемся. За то, что торжествуем во Христе. Ибо, нося самого Христа, как трофей какой, прославляемся его сиянием. Мира многоценная, говорит, есть познание Бога, которое мы открываем всем людям. Лучше же сказать, не самое мира, но благоухание его. Ибо настоящее познание не совсем ясно. Но как бы сквозь туслое стекло, гадательно, как говорится в 1 Коринфянам 13 главе 12 стих. Итак, подобно тому, как кто-нибудь, обоняя благоухание, знает, что где-то находится мира. А каково оно по сущности не знает, так и мы знаем, что есть Бог. А кто он, по сущности не знаем. Итак, мы подобны кадильнице царской. И куда ни приходим, приносим благоухание духовного мира, то есть Богопознания. Посему, сказав выше, что всегда торжествуем, теперь, говорит, мы во всяком месте сообщаем благоухание людям. Ибо всякое место и время полны нашими наставлениями. Итак, должно мужественно терпеть, поскольку и ныне, и еще до получения грядущих благ прославляемся до такой степени. Я хотел сказать, вот прославляемся, это добрые дела. Но еще надо маленько самому как-то менять тактику, репертуарщик. Вот один служитель такой и говорит, следующее у нас занятие будет по Евангелию от Марка 17 глава. Поэтому уж дома за неделю почитайте 17 главу-то. А потом будем заниматься, чтобы вам было понятно. Но следующий кадр, начальник, так, поднимите руку, кто читал на неделе-то? Все поднялись. Вот я про это и хотел поговорить. Сегодня нас оба лжи. У Марка 17 глава вообще нету, только 16. И все подняли, все читали. Вот об этом я и хотел поговорить. Где вы взяли 17 главу, да, все? Интересно. И опять о проповеди говорит апостол. Без проповеди жизни нету. Это как дыхание. Проповеди. Вот эти книги, трехтомбик и к истинному православию. Вчера один получил в Москве, четыре фотографии сделал. У меня в мейл.ру зайдете, увидите, стоит. Очень интересный мой. 29 лет ему. Игорь Ткачев фамилия. Книги получил. Я всегда, кто получил, купил, то есть фотографируется и присылает, а я потом выставляю фотографии. Я таких книг не знаю. Таких книг вообще в мире нет. То есть люди, которые получают книги, они целый ролик наговаривают. Вот с Украины там один у меня хороший появился. Тарасий. Он сейчас в дальнем плавании. За него молиться надо. Тарасий будет хороший человек. Очень мистика уверена. Он говорит, что он не может остановиться, улыбаться. Целуй этой книги. Какие книги? Ну книги действительно. Это же Бог дал так. Такое чудо создать. И люди не понимают, что это невозможно, это непосильно. Просто это нельзя, это никак невозможно. А Бог сделал. Вот я замечал. Люди, которые помогают, они вот как ступень ракеты. Помогают и отходят. Старобрядцы дали советы сдать. Будьте внимательны, когда говорю. Не придуряйте, что не спите. Натурально спите. Самый настоящий стопроцентный сон. Тут-то хотя не лгите. Заснул, значит, сказал. Сатана глаза закрыл. Я начинаю, срываясь и просто каждый раз об этом вам говорю. Если пришли старобрядцы и мне посоветовали на занятия. Я это принял, они перестали ходить. Дальше я начинаю. И которые люди помогали мне. Вот помог. Мне очень помог в этом Александр Иосифович Нежный, писатель. Компьютер подарил. И разошлись не на чем. Он полностью со мной был. Полностью. Но я обронил одну фразу. Одну фразу. И он меня сразу отверг и отверг навсегда. Я что бы только не делал. Не могу с ним наладить связь теперь. А какую фразу ты сказал-то? Я бы мог ее не говорить. Речь зашла о протоколах сионских мудрецов. И он говорит. Ну вы, Игнатий, знаете, что это подделка царской охраны. Я говорю, что интересно. Протоколы не верят только евреи или полукровки. А он как раз такой и есть. Он у меня намертво от верткости. Я не хотел его обидеть. Он прекрасный человек. И вдруг он выводит одного героя. После этого пишет в книге. И называет его Лапкина Игнатий Тихонович. Но чтобы Лапкина Игнатий Тихонович. И был. Его просто не существует такого второго человека. Но он переместил в другом веке. Там какой-то куча была. Или кто-то. Кто-то интересный для меня. Ой-ой-ой. И вот помогает. Ну конечно на издании. Всю эту форму приготовил. Напоновил судников. Яромонах. И скажи ты. На седьмом-восьмом томе про монаш. А то он буквально взбесился. Опять же я виноват. Когда Волков с Шимко там мешались. Они говорят только помолиться. Чтобы вас Бог удалил от него. Одним махом. Как будто все трое были головы снесены. Эти двое сразу же восстали. Что Лавр вместе с патриархом Алексеем. За одним столом сидят. Они сразу пошли к старобрядцам. А я им говорил. Вам только к старобрядцам идти. А этот пошел в теологический факультет. В девятнадцатом томе. Я ему отвечаю. Пишет курсовую. А это я говорю. Полная потеря ориентации. И он снимает с себя сан. И женится. И ромонах. Полное крушение. Абсолютно полное. Он все сделал. Все. Очень хорошо. Помогла Кубайкина. Она много работала. Наконец я издание книг заканчиваю. Она корректором была. И она уходит. С кем бы где так ни делал. Такое расположение. Вот. Еще второй у меня корректор был. Я знаю, что тебе знакомый один человек. Как только закончилось полное издание. Все. Как будто друг друга никогда не знали. Вот штука какая. Что это такое. Не знаю. Но на момент, когда мне нужен. Я ни одного не отвергал. Я стараюсь восстановить. Бесполезное дело. То есть они как бы не этого круга. А они все время где-то у них все возникало. Возникало. Где-то еще это несогласие какое-то было. Пыхтели. Кряхтели. Но они терпели, пока я не закончил. Когда я все научился. А это с 8 тома до 30-го. И переиздание Нового Завета. Я все делал сам. Дерстал сам. Сам. Тут помогал мне хорошо с фотовыводами Алексей Загуляев. Как только закончилось. Как будто друг друга не знаем. Редко-редко когда заглянем. Вот я настолько я удивлен. Даже вообще. Вот сейчас когда было собрание по нашему сайту. И он вышел. Игнатий был против компьютеров. Потом он все. Потом был против телефона. Против интернета. И на этой неделе он у меня был. И сейчас выставлен ролик. Я говорю. Теперь докажи, когда я был против тебя. Нигде никогда я не был против. Я был. Но он осознался, что я был против, что работают на компьютере программисты. И они большей частью все бесноватые. Я и сейчас такого уже мнения не знаю. То есть он это сказал по нерасположению. Я так буду. Больше ничем не могу объяснить. Но между нами вообще ничего нет. Хорошие отношения. Но вот в той близости никак вновь опять не накладывается. Все, кто помогали. Почти все до единого. А оказывается где-то в стороне. Это тоже требуется здесь. И сказал. А, вы вот пользуйтесь человеком. Потом его отбрасывайте. Ни с одним этого не было. Вообще даже в помине не было. Но у них у всех было какое-то несогласие. Даже в тот момент. Но несогласие ради того, что они нужны, терпелось. Не мной терпелось, а кем-то. Это я вот только на своем деле. Все это проверяю. Смотрю, сколько тут чудес Бог сделал. Вообще. Сергей только... Это Господь. Сергей только... Сергей только... Дальше идем. Да, интересное место вот это. Конечно. Пятнадцатый стих. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Моложенный кофе-вак толкования. Говорит это и потому, что мы сами себя приносим в жертву, умирая за Христа. Или потому, что при заклании Христа и мы воскуряем некоторое благовоние. Смысл же слов его следующий. Спасается ли кто или погибает? Евангелие сохраняет свое достоинство. Евангелие с большой буквы здесь. И мы продолжаем быть тем, что мы есть. Не повторите это никому. Евангелие сохраняет свое достоинство. И мы продолжаем быть тем, что мы есть. Как свет, хотя ослепляет слабых зрением, однако остается светом. Или как мед, хотя бы казался горьким для страдающих желтухой, однако не перестает быть сладким. Так и Евангелие издает благоухание. Хотя неверующие и погибают. И мы Христово благоухание, но не просто, а Христово благоухание Богу. А если Бог определил так о нас, кто станет противоречить? Есть еще одно место Писания, тоже очень удивительное. Оно как бы с этим созвучно, но оно раскрывает нам кое-что здесь. Это когда Господь говорит пророку Иеремии, 1 глава, 12 стих. Показывает ему на миндальное дерево. Ну, пророк недоумевает, как все это происходит, почему он его выбирает. И он говорит, что видишь? Он говорит, цветущее миндальное дерево. Он говорит, правильно ты видишь. И вот я, говорит, так же бодрствую над словом своим. А о чем он тут показал? Показал, что все приходит в свое время. Ну, там может затормаживаться, но всегда пришествие... Вот дерево должно цвести в определенное время. Приходит снег, там дождь, все-все-все. И он ему показал просто пример. Он говорит, ну, правильно ты заметил? Вот точно так же я бодрствую над словом своим. А почему? А оказывается, слово Божие, оно само Бог и есть. И этим словом он нас судить будет. И вот тут же он говорит о нас, что мы, как верующие, когда произносим слова Христовые, то есть мы со Христом, то от нас как благоухание исходит духовное. И в каком бы мы месте ни были, мы в этом месте всегда полезны, всегда значимы, и всегда это место наполняется благоуханием духовным. Но тут у нас как бы зашел вопрос, и вот сестра говорит, сказала, если, говорит, мы не будем сами так жить, то если мы будем говорить даже, нас не будут слушать. Вот ответ. Благоухание. Если вы говорите не свои слова, а слова Христовые, даже если вы еще до конца не живете как надо, или грешник, или не причастились еще, а грех какой-то был, но говорите слова Христовые, благоухание идет не от вас, а от слов Христовых, а через них и на вас перепопадает. И это дает возможность человеку покаяться. А Златоуст говорит, вот это, говорит, увы, которое человек сказал, вспомнил, а как же, я же не покаялся, такие слова говорю, а сам, как же надо, и вот это, увы мне, увы мне, вот это, увы, и есть начало покаяния, когда мы трезвимся, бодрствуем и не спим. Человек молится, а мы все много молимся. Понятно, понятно, ясно дело. Да. Человек молится, а есть такое понятие еще, когда вот этого малого сего искушаем, есть такое понятие. А малый бывает и большим, поэтому искушать не надо. Молитесь, но если вы уж присутствуете где-то, то, значит, надо держать себя. Бодрствовать, да. Поэтому это уже ответ на это есть. Очень хорошо, что молятся. И в покаянии могу сказать, да, я не молюсь, но еще. Ну, значит, молитесь еще как следует, чтобы я тоже захотел молиться. Я никого не искушаю. Дополнить хотел немножко. Давай, брат. О Благовухане Христову. Я тут читал Псалтырь, 80-й Псалом, 11 стих. И тут так говорится. Я, Господь, Бог твой, извеши тебя из земли египетской. Открой его статвой, и я наполню их. Вот я к благовестию вот это отношу. Вот какие-то там, как выйти, вот людям сказать о Христе, там рассказать какие-то сомнения, может, знание-то есть область, что какое-то внутреннее, какое-то препятствие бывает. И вот для себя этот стих взял. Господь говорит, открой уста твои, и я наполню их. И даже потом, после своей проповеди о Христе, ты думаешь, надо же, как я сказал-то. А это только Дух Святой может тебя наполнить. То есть ты даже готовился дома, дома сидишь, заучишь стихи Писания, думаешь, ну я забуду же, и через некоторое время на самом деле все забывается. А тут Господь дает, открываешь уста, и Господь наполняет тебе обильную проповедью. Вот я у брата замечал, у Игоря Гудняхиловича, просто льется рекой. Господь говорит, открой уста, и я их наполню. То есть не надо бояться этого. Господь даст тебе Духа Святого. Что сказать? Наверное, каждый из нас маленько испытал это. Ну как бы про это мы и говорим, о благовестии, о благоухании. Евангелие издает благоухание. Просто надо нам это знать. И 16 стих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах жирительный на жизнь. И кто способен к сему? И блаженный феофилакт. Ну не разговаривайте, прошу вас. Давайте. Сейчас начнем с вас. Вы много разговариваете. Сейчас поговорите. Давайте блаженного феофилакта слушаем. Внимательно. Поскольку сказал мы благоухание и в погибающих, то чтоб ты не подумал, что и погибающие угодны и приятны Богу, прибавил следующее. А боняя благоухание это, одни спасаются, а другие погибают. Как мира, говорит, удушает свиней и жуков, так и Христос положен камнем соблазна и преткновения. Так и огонь золото очищает, а термия сжигает. Поскольку так много сказал словами мы благоухание и торжествуем, то опять старается умерить речь. Ну как бы это пафосно сильно, высоко, торжественно. Для этого говорит, что мы сами по себе без помощи Божьей недостаточны, ибо все ему принадлежит, и нет ничего нашего. Пожалуйста. Вот Игнат Игнатьевич, мне нравится, когда он всегда говорит, когда говорят ему про стихи, он говорит, а я, говорит, без одной помарки стихи-то написал. Это, говорит, не может быть, чтобы человек без помарок писал стихи. Поэтому я, говорит, считаю, что это не от меня, просто Богом дадено. Вот такое. Ну и правда, читаешь, и его стихи, это не стихи, конечно, однозначно я могу сказать, что и когда в Демидовский фонд отдали, чтобы поставили его книги, где-то в 2004 году, это или в 2005 было, вышло тогда 8 книг еще, и чтобы поставили, все отнесли туда книги, сестры носили, и через два дня, по-моему, вернули ему, и говорят, а у нас такой даже номинации нету. То есть у них номинации есть всякие. Ну такой номинации, а такой, в чем такой? А в том, чтобы читали эти стихи, ну эти строки, читали эти слова и предложения, читали истинно верующие люди, чтобы им понятно было. Там ни одного не нашлось, даже маломальски верующего. Для них это была галиматья, конечно же. Это и понятно. Потому что, когда начинаешь читать, это надо быть рожденным свыше и хорошо разбираться в политике, и знать географию, и чего там только нет. И стихи всех поэтов, и еще их разложить правильно. Тут подписывается сорока Сергей и говорит, ваше одно стихотворение, вот это вот своя литературная газета, напечатали про Пасху. Говорит, кое-как пропустили. Я говорю, а почему? Да как вы там пишите, что Христос воскрес, а они не верят? Они не верят. Прислушайтесь, как стонут и дивленно гарлинах томных с крыши голоса. Какой восход встает окровавленный, и в пурпур одеваются леса. Они не верят. Я еще могу сказать. А чтобы понятно было, сколько стихов написано, 36 строчек, и все карандашом, то есть полностью страница. А продают пачки, вот такие пачки, это специально, по 500 страниц. Это я исписал 7 пачек до единого листика и ни одной помарки. Но этого быть не может. Это невозможно. Я когда сидели там в зале суда, прочитал Марку Иосифовича Юдалевича, это старейший поэт Алтайского края. Он аж отшатнулся. Это ваши стихи. А почему же не печатаете? У меня ни одного такого нет. Понял? Он умом этот умный еврей понял, что здесь что-то заложено другое, не только это. Двойной и тройной подтекст. Это меня судили, когда я на памятник Ленина написал, стоит свой рот ащерев. По мету птиц подставил голый череп. Вождь атеизма, сомнище иуд. Следовательно, написал, памятники нужно мыть чаще. Вот и вся рекламация. Это нельзя написать. Это невозможно. Я никакой не поэт. Это проповедь в стихах. 3467 по 9 купрят. Игнать Игнатьевич, помните 20 век вы написали в тюрьме, и там начальные строки есть такие «Со знанием победа репортажа епископу доносит телефон». Это какой-то случай? Да, это да. Это я писал архиепископу Гедеону Докукину, Новосибирскому Алтайскому. У меня все имеет под собой конкретный факт. Теперь уже за давностью все можно опубликовать и сказать конкретно. Не просто я сидел и выдумывал. Вот там написано в одном месте на Новый год было, на Рождество, форточка. А я лежал на втором этаже, спал, и форточка открытая. И там постучали, а я в окно выгнал и там написал. И я повернул другому. Стоит старик с ним, женщина и ребенок. Это как Иосиф пришел и теперь вот это надо просто посмотреть. Стук. А сегодня Шмайсером Авроры стучат к нам в сердца и Бог не может достучаться. А на мысль у меня мгновенно сразу пришла. А сколько это, чтобы понять? Сто тысяч строк полных во всю страницу. Сто тысяч. И черновики у меня в целой, ты можешь посмотреть, это вообще невозможно. Стихи ничего не значат, а меня за них судили. Стоит громада камней и гранита, парки на театре мир я писал. Безбожия каньон. Несчистотой пьяной залита. Они их высоко ставили, следователи, эти стихи. Как антисоветские. Значит, чего-то стоило. Там в одном месте написал памятник Ленину. Так. Не ты ли всей России и ты там от Еремии вил? Не ты всей России правил? Не ты ли голодом ее оставил там? И сам стоишь с протянутой рукой. Он стоит руку как-то растет. А то никак они не могли понять. Как это так? Оставил нищетой всю Россию и сам с протянутой рукой стоит. Слышишь? Все наоборот. Ты написал цифр и мне только прочитал. Я даже не выходил на улицу еще. А ты ко мне прочитал. Вспоминает историю какую-то. И на второй строительный еще. И вдруг в дверь постучали и заходят выдать мне этот стих. Выдать этот стих мне. А откуда они знали? Прослушаю у меня написано карандаш не успевал за рукой бегать. Я писал тогда. Пошел пасти коров. Я принес пас коров и принес 4 или 5 полных стихотворений за день. Увидел роща горит. Горелая роща. Горелая роща. Так и называется. Коровы домой не идут. Хватает корм. Я сразу понял это. На закат они так и идут. А там козлы были. такие лезут везде. Это я выдел руководитель ЦК партии. И за ними весь народ как тянется и тонет в трясине. У меня одновременно все рождалось. Мысль эта. Интересно. Я сидел далеко. Так видно на горизонте какие-то фигурки появились. А у потеряевки туда на урывку то. И у меня сразу стихотворение появилось. И тут Павел с Тимофеем и они ко мне сейчас подходят. И стихотворение по этой форме. Как они пришли как я их встречаю ну и все остальное. Они просто выстященные были. Выбиты. У людей стандарты идут видите какие-то. Допустим Бог милостив все это стандарт пошел. А у вас высвечивается вся Библия. А Господь где милостив а где не милостив. А у других нет Бог только жесток. А еврейка Фаня Соломоновна не смогла вынести этого. Не смогла. Даже при ее двоей души при ее мессианские евреи и она ничего не смогла сделать. Все таки надо было встать в конце концов на сторону или Вильзевула или Христа. Она не смогла это сделать. Они мессианские евреи стоят на стороне Вильзевула. Пытаются примирить. Вот смотри стихотворение 36 строчек вот оно и напротив каждой строчки место из Святой Библии. И Татьяна Капустина мне говорит мы тут читали с кем то полчаса что ли ушло пока все места открыли прочитали о чем речь идет. В лагере мы ночуем встаем без 25 а Игнатий Тихонович уже давно ходит по коридору ходит ходит и вот без 25 мы все встаем а он заходит и говорит сколько вы можете спать мне скорее печатать надо вы мне мешаете а у него уже стихи готовы печатать у меня одновременно три человека печатали всегда три это чудо божье бог давал какое представь стихотворение одно 36 строчек 9 и 4 9 куплетов и у каждого место писания откуда взято лежу еще один тут начал поэт так же писать так же выставлять писать больше не смог дощарошек собак повелительно крикнул я прям хорошо получилась и последнее читаем 17 стих ибо мы не повреждаем слово божие как многие но проповедуем искренне как от бога пред богом во христе блаженный феофилак здесь указывает на лжеапостола которые почитали благодать божию собственным делом потому говорит я сказал кто способен и все и все усвоил богу что я не таков каковы лжеапостолы не повреждаю и не извращаю дара божия намекает на то что они примешивают евангельскому учению ухищрение внешней мудрости и стараются продать за деньги то что следует давать даром но мы не таковы посему совокупляет следующее говорим о чистого и неспособного к обману ума и как получившие то что говорим от бога а не как нечто совершенное нами во христе говорит не от своей мудрости но вдохновленные силой христовой а дальше а пред богом сказал чтобы показать правоту и открытость сердца наше сердце столь чисто что мы открываем его богу итак комментарий датих начал обкина на эти слова примешивают к евангельскому учению ухищрение внешней мудрости и стараются продать за деньги то что следует давать даром все чем сегодня торгуют в церкви пытаются оправдать евангелие и это есть кощунство словом божиим оправдывают любые действия безбожных властей и где бы какая кара божия не случилась каких бы нечиститцев и богохульников бог не покарал там уже слышится бряцание православных кадил уже совершают поминовения совершенно не понимая что они делают навлекая на себя проклятие божие как написано в Иеремии 48 глава 10 стих проклят кто удерживает меч его от крови его то есть божий все это последний стих 2 главы 2 коринфянам закладку оставили 3 глава с самого начала а с какого начин начинали с 10 прошли 8 стихов с божьей помощью и с помощью Игнатиха начинали очень хорошие примеры просто необыкновенные я думаю что конечно это сильно помогает и нам тоже идти особенно возрастать от веры веру это очень сложное понятие от веры веру его практически никто не понимает если кого спросишь как апостол Петр говорит от веры веру и многие понимают а ну сейчас баптист завтра буду адвентист послезавтра там иеговист мы тут вверх соберем их хватает апостол Петр мне об этом говорит а чтобы если ты 30 30 крат зерно свое собрал собирай дальше 60 собирай 100 увеличивай это пажить найди еще больше вот сейчас надо искать пажить Игорь Тихонович помолитесь пожалуйста Игорь Тихонович скорей зовите скорей 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 дедушка ждет только добровольно добровольно тогда спокойно если молиться значит молиться хорошо кланяться хорошо Божьей милостив будь мне грешным создав имя Господи помилуй Мя Вячеслав согрешил Господи прости меня грешного и помилуй похладись последний вот так ноги не подгибай Господи слава Тебе за этот чудный воскресный день помоги нам слышанный сохранить сердцах наших если в чем погрешили прости нас и благослови на благовестие и упокой в обителях небесных новопреставную работу Твою Марию и Александру усмири буйство правителей дай им страх Твой святой дай мир Израилю и Украине и приготовь землю русскую к великим и страшным испытаниям Тебе Боже слава за все отец и святой дух Аминь Аминь Богу слава Вовеки вечные Спасибо Что Слава Слава